Здравствуйте! В эфире программа «Призывание служить и защищать». В данной передаче мы продолжаем рассказ о личности Александра Васильевича Суворова, прежде всего, как о великом русском человеке. Напомню, что в финале прошлой передачи мы подошли к выводу о том, что именно с Суворовым стало формироваться представление о русском солдате, которое впоследствии выразит император Александр III. «Русский солдат храбр, стоек и терпелив, потому непобедим». В наставлении солдатам Суворов часто любил повторять «Кто Бога боится, тот неприятеля не боится. За веру святую, за царя-батюшку, за землю родную положу жизнь и душу, на то давал присягу». Все начинается с благословения Божьего. И да издыхание будьте верны Государю и Отечеству. Вали на месте, гони, кали. Остальным давай пощаду, грех напрасно убивать. Они такие же люди. Умирать за дом Богородицы, за матушку, за пресветлейший дом. Кто остался жив, тому честь и слава. Солдату надлежит быть здорову, храбру, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу, хоть Него победа, чудо богатыри. Бог нас сводит, Он нам генерал. Помилуй Бог, мы русские, Богу молимся. Он нам помощник, Царю служим. Он на нас надеется, Он нас любит и нас наградит. Кого из нас убьют, Царство Небесное. Церковь Бога молит. Останемся живы, нам честь, нам слава, слава, слава. Как настоящий учитель и отец российской армии, полководец писал, «Ни руки, ни ноги, ни бренное тело одерживает на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием. И если душа воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна. А потому и нужно воспитывать и закалять сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда было неустрашимо и вестрепетно». Достоинство военное – суть. Отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала. Но оные должны быть руководимы порядком и дисциплиной, управляемой неусыпной прозорливостью. Из книги Арсения Замосянова «Александр Своров. Бог войны». Сворову была известна технология огранки природного алмаза, превращения стихийного таланта в дисциплинированного профессионала. Эти Своровские заветы издавна изучались в кадетских корпусах Российской империи, а позже в советских Своровских училищах. Они и поныне остаются девизом российской армии, основой воспитательной системы военно-учебных заведений. А ежедневные тренировки, постоянный самоконтроль – это ключ к повелеванию счастья, как говорил Александр Васильевич. Своров учит держать собственную судьбу на поводке, побеждая искушение. Прозорлив был Державин, сказавший о суворовском умении. Как внешних супостат, так и внутренних сражать. Суворову удалось перенести свой опыт православного прихожанина, спасающегося от грехов, в военно-педагогический обиход. Он истово борется с пороками, первыми из которых считает немогузнайство. Вот что пишет Александр Васильевич в своей науке побеждать. Есть неприятели, большие богодельни, проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка, кличка, чтоб бестолково и выговаривать. Хоть немогузнайки много беды. За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего штаб-офицеру квартирный арест. В этом емком понятии Суворов объединил все ненавистные ему человеческие слабости. Леность, ненаходчивость, нежелание работать над собой. Суворовских времен в армии осталось презрение к капитулянскому ответу «не могу знать». Суворов приветствовал творческие, находчивые и остроумные ответы на самый фантастический вопрос, вроде знаменитого «Далеко ли до Луны?» Генерал Михаил Иванович Доргомиров, выдающийся пропагандист Суворовской системы XIX века, писал, «Суворов, как великий психолог и знаток русского характера, заставлял работать усиленно, требовал однообразия, как никто, но всем последним до педантических мелочей никогда не доходил и нарочитым изобретением таковых не услаждался. Одним словом, он задался задачей, как новобранца специализировать в солдата, не ломая в нем человека и не обращая в автомат. Вот как Александр Васильевич наставлял воина, являй искреннюю ревность к службе Государю, люби истинную славу, отвечай любочестие от обменности и гордости, приучайся с измольства прощать грехи и никогда их не прощай самому себе. Обучай тщательно своих подчиненных и во всем подавай им пример. Упражняй непрестанно свой глаз, только так станешь великим полководцем. Умей пользоваться положением места, будь терпелив в трудах военных, не унывай от неудачи, умей предупреждать случайные обстоятельства быстротой, различай предметы истинные, сомнительные и ложные. Остерегайся безвременной западчивости, хорони в памяти имена великих мужей и подражай им с благоразумием в своих действиях. Приучай себя к деятельности неутомимой, поверевай своим счастьем. Один миг иногда заставляет победу, счастье покоряя себе быстротой Цезаря. Молодому офицеру Скрипицыну Суворов описал образ истинного героя. Он любезен командиру своему и всему войску исполнен доверенностью. В день сражения или похода размеряет он все предлежащее, вручает все нужные меры и вручает себя совершенно промыслу Вышнего. Он никогда не отдает себя на волю случаю, но, напротив, покоряет себе все обстоятельства по причине прозорливости своей. Он во всякий миг неутомим. Будучи врагом зависти, ненависти и мщения, не залагает недругов великодушием, владычествует над своими друзьями верностью. Он утомляет свое тело, дабы его укрепить. Стыдливость и воздержание — закон его. Он живет, как велит религия. Его добродетели — субдобродетели великих мужей. Исполненный чистосердече гнушается он ложью. Прямою душою рушит замыслы двуличных. Знается он только с добрыми людьми. Честь и честность составляют его особенные качества. Чудовождь проявил себя и как литератор. Настоящий шедевр — это труд, на котором воспиталось не одно поколение служивших в российской армии людей. Наука побеждать. В нем две части. Учение разводное и словесное поучение солдатам о знании для них необходимым. Вот какими словами заканчивается это наследие армии, которое Суворов часто любил повторять и заставлял солдат и офицеров заучивать наизусть. Субординация. Это экзерциция, то есть упражнение, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава. Из книги Арсения Замостьянова «Александр Суворов. Бог войны». Советы Суворова были подлинной наукой побеждать, выручавшей на поле боя, спасавшей от гибели. И Суворов со своим высоким юродством, как и Федор Федорович Ушаков, в котором Суворов, даже не садясь коротко, чувствовал родственную душу, был исключительной, неординарной личностью. Солдаты приписывали Суворову самые необычные подвиги, считая его кудесником, заговоренным, волшебным героем. Система Суворова нашла выражение и в разговоре с молодым учеником полководца, участником походов 1799 года, генералом Милорадовичем. «Знаешь ли ты трех сестер?» «Знаю», отвечал генерал. «Так», подходил Суворов, «ты русский, ты знаешь трех сестер, веру, любовь и надежду. С ними слава и победа, с ними Бог. Штыки, быстрота, внезапность, суть вожди россиян». Суворов неустанно устраивал экзамен своим офицерам и солдатам. Важнейшими испытаниями были для учеников Суворова знаменитые парадоксальные диалоги, которые полководец проводил на военных советах даже в самые критические часы кампании. Он развивал в учениках самобытность, личностную упрямку, и они выросли в очень разных по темпераменту и мировоззрению полководцев. По отношению к воинству Александр Васильевич не признавал ни перегибов муштры, ни излишней вольности. В одном из приказов он настоятельно разъясняет командирам, «хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаний, при внушениях из отвержениях каждому должности его». Первым биографом Суворова стал Иоганн Фридрих Антинг, служивший в русской армии. Сам он был очарован суворовским благородством, душой полководцев. Вот что он писал об Александре Васильевиче. «По душевным качествам своим известен он всякому как праведнейший муж, ласковый, предваряющий вежливостью, неблажной, твердый в своих предприятиях, неизменный в своих обетах, даже и против неприятеля. Гневливое свойство свое старается он умерять и всевозможно угнетать. Все это огненное сложение его имеет иногда столь большое влияние на него, что все кажется ему медленным в исполнении его поведения. Он весьма наможен и сверх внутренних правил своих оказывает сие и наружно частым хождением в церковь и слушанием божественного служения, так как и чтением молитв по воскресным и праздничным дням в присутствии многих случавшихся у него». Последние годы Александра Васильевича ознаменовались рядом невиданных в истории побед над революционно настроенными армиями генералов Наполеона в ходе освобождения Италии и Швейцарии от, как он сам называл, безбожных французишков. Из книги Александра Ивановича Красницкого «Мы русские, с нами Бог» «Жизнь и подвиги Александра Васильевича Суворова». Суворов одолел коварство предателей, храбрость мятежников и саму природу. Но немного спустя, став уже генералиссимусом, Александр Васильевич попал в опалу императора Павла. Великий благоводец тогда говорил «Я всю жизнь гонялся за славой, а теперь понял, что слава – дым». Перед смертью, как истинный христианин, Александр Васильевич исповедовался и приобщился. «Покой души у престола всемогущего», сказал он по окончании святого таинства. Герой отошел ко Господу во втором часу дня, 6 мая, в день, когда церковью празднуется память Иова Многострадального. Много на своем веку выстрадавший великий русский человек весь приподнялся, открыл глаза и громко, внятно сказал «Сражение, Генуя, вперед!» С этим последним вперед перешел в вечность, не знавший отступлений, герой. С вами была программа «Призвание с руки защищать». Всего доброго и до новых встреч!